Гость студии Артем Беденко, политолог, которого вы уже очень хорошо знаете. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, вот вчера Владимир Путин, когда вот так душевно рассказывал и давал свою пресс-конференцию, это вот он к кому обращался вообще-то? Мы должны понимать, что Владимир Путин в принципе обращается в основном к своим избирателям, к россиянам, к людям, которые живут на территории Российской Федерации, и других зрителей и слушателей у него по большому счету нет. Главная задача на сегодняшний день Владимира Путина и его команды, это сохранение власти, пребывание во власти, накопычение ресурсов для того, чтобы оставаться во власти и строиться еще богаче и еще влиятельней. Как будет использоваться эта власть, это очень большой вопрос. То есть действительно ли хотят русские войны и хочет ли Путин восстановление империи? Да, наверное, хочет. Наверное, он об этом подспудно мечтает, и все его действия направлены на то, чтобы максимально ослабить соседей, с тем, чтобы создать либо режимы-сателлиты, как это делал Советский Союз, либо поглотить эти государства и создать новую Российскую империю. То есть такая цель есть. Но выполнить эту цель без сильной поддержки внутри страны он не может. Эту поддержку он создает уже много лет. Сейчас создается такое мнимое мнение, что власть Путина расшатывается, что появилось сильное протестное движение, что появилось сильное оппозиционное движение. Это не так. То есть оппозиция в России сегодня не пользуется большой поддержкой. Оппозиция в России сегодня боится за себя. И митинги в поддержку Украину это очень хорошо показали. Мы не увидели десятков тысяч москвичей, новгородцев, жителей других городов, которые бы вышли против войны. Не против Путина, а против войны. Казалось бы, пацифистское достаточно движение. Россияне всегда формально выступали против войны. А тут братья-славяне не вышли. То есть даже по такому поводу русские не поддержали оппозицию. То есть есть поддержка Путина. Это не только страх. Я более чем уверен, что нет страха на сегодняшний день такого безумного. Потому что и мы все-таки в какой-то мере боялись Беркут, боялись Януковича, но вышли на Майдан. То есть я не думаю, что в России больше боятся. Это скорее лень, недоверие. И конечно же мнение, что Путин единственный возможный лидер, способный объединить Россию и держать ее в более-менее стабильном состоянии. Все помнят Чечню. Поэтому поддержка Путина велика. Но эта поддержка ему нужна еще и еще. Возможно, для дальнейшей реализации своих планов. Мы должны понимать, что скорее всего украинский сценарий, который на сегодняшний день реализуется, он несет в себе очень важный момент и заряд. Это проверка Путина возможности далее расшатывать Украину и далее расшатывать другие государства, которые находятся вокруг и которые тоже интересны. И то, как украинцы себя повели, я более чем уверен, это пощечина Путину. Он надеялся, что провокации получится, что украинцы начнут стрелять, что получится с нахрапа, с кондачка взять оттяпать часть Украины или как минимум хотя бы повоевать, побряцать оружием. Украинцы оказались достаточно прагматичными и рациональными и отнеслись к этому свысока. Это, конечно же, пощечина Путину, который ожидал реакции сходной с грузинской, горячие джигиты, начнут воевать. Украинцы оказались не такие. И я думаю, что вчерашняя пресс-конференция показала действительно обращение к жителям России. Я сильный, я покажу, я с позиции силы выступаю. Но она показала и нам, что Путин злится, Путин нервничает, он недоволен, он говорит резко и агрессивно. Если мы сравним его выступления на пресс-конференциях, вот эти длинные многочасовые вопросы президента, Российской Федерации, то мы увидим, что он очень сильно отличается. Мы видели вальяжного Путина, который отвечает даже на неудобные вопросы. Он говорит свысока с людьми, он может обращаться к ним на «ты». И тут мы увидели злого, недовольного Путина. Приблизительно такого же, когда был Курск и когда были захваты заложников. То есть что-то пошло не так, сценарий не удался, Путин готов к силовым вариантам, но он не может реализовать силовый вариант, потому что есть сдерживающий фактор в лице НАТО США, в лице Турции, в лице, в конце концов, Китая. Потому что мы должны понимать, что так же, как у Украины есть Россия сверху, и это реальная угроза, и военные давно говорили, просто наши политики в это не верили. Так же у России есть такая же угроза, это Китай, который сидит и ждет ослабления Российской Федерации. Сидит и ждет такого же Майдана, чтобы потихоньку, аккуратно начать забирать территории, которые очень нужны Китаю. У них не хватает территории. И Россия, конечно же, и президент Путин это понимают, они делают на это скидку, и сегодня, скорее всего, будет потихоньку, постепенно отступать, отступать в физическом плане войсками, но, конечно же, не отступать идеологически. То есть, наоборот, мы можем ожидать некую раскрутку, агрессию против Украины, против майданутых, против вот этих хохлов, которые не дали нам защитить крымчан. То есть, в Фейсбуке ходит прекрасная цитата одного из платных блогеров Кремля, в которой выражена вся суть кремлевской политики сегодня по отношению к Украине. Какая же? Твари, как же вы не понимаете, мы же хотим вас защитить. Вот это отношение русских сегодня к Украине. И мы должны просто вспомнить старика Клаузевица о том, что политика – это продолжение государственных интересов, война – это продолжение политики. И когда все более-менее в Украине стабилизируется, мы получим четкую вертикаль власти. Украине необходимо думать о построении твердой жесткой обороны, способной защитить от любого агрессора. Эта оборона может быть построена на международных соглашениях, то есть, вхождение в НАТО. Конечно же. Эта оборона может быть построена на создании сильной резервной армии, как в Швейцарии, либо во Франции. Эта оборона может быть построена на сильной армии, реальной армии, контрактной армии. Это огромные, конечно же, затраты. Не лучший вариант, но он тоже возможен. Ну, скажите, пожалуйста, некоторые аналитики сейчас стали говорить о том, что фактически мы потеряли Крым на какой-то определенный период времени. А вот вы с этим согласны? Или все-таки считаете, что еще где-то какое-то определенное время Путин сохранит свое присутствие в Крыму, и потом так найдет повод и как-то все-таки уйдет из Крыма, отведет войска своей самообороны? В состоянии на сегодняшний день Крым однозначно потерян. Потерян в первую очередь идеологически и политически. Буквально завтра, послезавтра, через неделю Крым возможно вернуть. Необходима пропаганда и необходима сильная лидерская позиция. То есть, если крымчане увидят сильного своего лидера, если они увидят четкую программу по Крыму, включающую дополнительные полномочия, включающую туристические возможности. То есть, если центральное правительство на сегодняшний день приедет в Крым, выйдет и скажет, вот, допустим, Куницын, его уважают, он действительно уважаемый человек Крыму, вот представитель, который берет на себя определенные обязательства. И Куницын скажет, что в течение трех лет инвестиций в Крым состоит столько-то. Мы выгоним всех взяточников, мы поставим для вас честные условия, мы приведем инвесторов. Никто не придет, только вы сможете развиваться, это огромный, построит по сути нью-васюки для крымчан, и начнет это реализовывать. Крым очень легко будет возвращен в Украину. На сегодняшний день мы должны говорить языком денег. Россия говорит языком оружия и псевдо-ценностей, город с российской славой и так далее. Мы должны говорить языком денег и экономики, потому что крымчане очень прагматичные люди. Это южные люди, живущие за счет туризма, живущие сезонно, как и одесситы. Они достаточно открыты к очень многим вещам. Я уверен, что правильная коммуникация позволит, научит крымчан говорить на украинском языке через пять лет. Если им это будет выгодно, они загорят на украинском. Потому что это люди, живущие с туристического бизнеса. Они годами так живут, у них так построена психология. И пока мы не начнем говорить языком денег, а будем продолжать говорить языком наше-не наше, Крым потерян. Но вернуть его легко, в пределах еще года. Если за год ничего не изменится, не начнет меняться, Крым будет потерян навсегда, конечно же. Потому что Россия говорит языком денег. Посмотрите, они приходят, прилагают взятки, переходите на нашу сторону. Они говорят о том, что мы сразу же Крыму дадим вот такие-то инвестиции. Это язык денег. Ну вот сегодня, кстати, Арсений Яценюк, я читала, не успела еще прочитать его расширенное предложение, но он точно сказал, что курортный сезон сорван в Крыму, и теперь нужны будут дотации, которые центральная пресса готова предоставить Крыму. То есть вот это, наверное, начало того разговора по поводу денег, о котором вы говорите. Моя личное мнение, что этот месседж неправильный, тотально неправильный. Сказать необходимо, что курортный сезон находится под угрозой, но мы уже стартуем социальную кампанию в других странах, что Крым безопасен, Крым гостеприимен. Мы начинаем уже вкладывать деньги в объекты, которые привлекут туристов. Уже ведем переговоры с Диснейлендом, который будет построен, и будет третьим Диснейлендом, четвертым в мире. Вот что нужно говорить. Позитивные смыслы. Услышим фразу «туристический сезон провален, будем давать дотации Крыму». Но в этой фразе звучит проигрыш, негатив, мы сдались. Дотация – это ужасное слово. Следом за дотацией идет словосочетание «депрессивный регион» в моем сознании. Нельзя так говорить. Говорите о том, что через два года в Крыму будет построен Диснейленд. Спасибо России, французы на нас обратили внимание и американцы. И там туда повалят толпы туристов. Сейчас мы поддержим крымчан, а уже следующий год это будет в 10 раз больше денег. Прекрасный месседж. Крымчане его услышат, они вот на улице скажут «Диснейленд классно». А вот войска, которые стоят сейчас на улице, вам не кажется, что тогда это будет выглядеть такой профанацией? То есть мы к вам привлекаем туристов, а у вас там войска стоят на улице? Войска не будут стоять больше месяца. Уже сейчас войска частично сворачиваются. Мы должны понимать, что чем дольше войска находятся, тем дольше, во-первых, может происходить деморализация этих самих войск. Российских войск? Конечно, вот это прекрасная сейчас возможность реализовать майдановские технологии. Красивые девушки, на тебе покушайте, бутерброды, как у вас там в Чечне, страшно, наверное, у нас прекрасно, посмотрите, мы даже не стреляем. Приходите к нам, получайте украинское гражданство. Надо деморализовывать эти войска. Как только это начнется, Путин первый эти войска начнет забирать. Мы же должны это понимать. В интернете полно примеров, как простые граждане, по сути, реализуют деморализацию. Наши военные, прекрасные, без оружия выступившие, но это же огромнейший фактор деморализации. Не будут войска стоять больше месяца, ну двух. Их надо финансировать, это надо как-то реализовывать, надо как-то юридически проводить. Международная общественность будет продолжать давить. Они уйдут. Кормить, в конце концов. Они сейчас пытаются закрепиться, расширить территорию влияния Черноморского флота. Построить агентуру, естественно. Там работает ФСБ, там работают группы. Пытаются построить агентуру, которая потом будет способствовать тому, чтобы Крым захотел отделиться. Но войска, люди в камуфляжах с автоматами не могут стоять там долго. Ну принципиально своим крымчанам надоест жить в состоянии комендантского часа. Кому это нужно? Поэтому сегодня нужна стратегия позитива, что мы дадим Крыму, молодцы Украины, и дадим официально, а не скрытыми какими-то каналами, как реально делает Россия. Мы официально возьмем вас на зарплату. Вы кредиты сможете официально брать огромные на бизнес, в конце концов. И, конечно же, это разложение духа, деморализация противника. Это то, что у нас делается плохо и неправильно. А мы должны понимать, что ребята, которые в Крыму, это ребята, которые реально из Дагестана, из Течни приехали. Которые видят далеко не самое лучшее. И, конечно же, солнечный Крым, центральная Украина. Это то, что мы должны им сегодня показать. Необходимо, ну, банально, вот, занимаюсь наружной рекламой. Но почему на счетах, стоящих сегодня в Крыму, не провести отличную кампанию, централизованную правительством о том, что приветствуем. Крым приветствует гостей. Снимайте камуфляж, идемте на море. Отличное решение было бы. Действительно, отличное решение было бы у всех этих вопросов. Как вы думаете, нужно сейчас говорить о выводе флота российского из украинских портов-то? Ну, вот, буквально сейчас информация, что зарегистрирован законопроект о присоединении Украины к НАТО. Это где-то одного порядка вопроса. Однозначно, принимать решение демагогически из кондачка нельзя. Этот вопрос в любом случае увеличивает эскалацию и разделяет украинцев. Нельзя, не пообщавшись с общественностью, не обратившись к военным экспертам, не проведя круглые столы, говорить, что уводим Черноморский флот. То есть, ответ, конечно же, да. Мой ответ, как гражданина Украины, Черноморского флота, не должно быть в Украине. Но ответ да не предусматривает немедленных действий без логики, без рационального, без размышлений. Необходимо создать международную комиссию с привлечением максимального количества экспертов. Провести анализ международных актов. Денансировать официально Харьковские соглашения, потому что Россия их, по сути, нарушила. Но это должно произойти в здании ООН, а не в здании Верховной Рады Украины. После этого мы можем поднять вопрос о том, что Черноморский флот либо находится в Украине, но тогда это будет безумнейшая стоимость. То есть, мы должны пойти путем Дона Корлеона. Мы должны только немножко наоборот, сделать такое предложение русским, от которого им придется отказаться. То есть, если русские им скажут, что флот остается, 20 миллиардов долларов в год. Наверное, большая сумма, я так понимаю, 50 миллиардов долларов в год. Как Саудовская Аравия. Вот давайте мы будем существовать только за счет Черноморского флота. Если Россия проглотит, интересно. Но я сомневаюсь. Россия будет вынуждена уйти. И тогда мы можем идти дальше. Либо же мы можем занять четкую позицию, имея, конечно же, сильных союзников и сказать, в принципе, российского флота не будет. Но до этого должна пройти огромнейшая подготовка. Огромнейшая, серьезнейшая. И начинать надо с жителей Крыма. Потому что многие из них кормятся за счет Черноморского флота. То есть, если мы хотим сохранить Крым, но убрать базу, мы должны проработать, как это будет происходить экономически. Этого не сделано. И этого не делается. Где тот эксперт, который сегодня возглавит это направление и будет целенаправленно заниматься, общаться, привлечь того же Горбулина, привлечь Кимчука. Но есть же у нас военные эксперты, которые разбираются в этих вопросах. И которые публично начнут об этом говорить. Без этого нельзя этим вопросом заниматься. Ну и вот ближайшие прогнозы, которые вы могли бы сделать. Прошли ли мы вот эту точку невозврата, которая была опасную ночь. Многие об этом говорили. Ну и вот на ближайшие-то может быть месяц, пару месяцев. Может быть вы на несколько дней захотите сделать правильность. Мы должны понимать, что политика Путина и российской дипломатии это политика раскачивания. Столетиями тяжело сказать, но за последние 150 лет российская дипломатия, классическая школа и российская политика базируются на том, чтобы качать союзников, противников из стороны в сторону. Доводить до максимальной точки эскалации конфликта и потом отходить в сторону мир дружбы к кукурузе. Вот если мы проанализируем деятельность Советского Союза с Германией, США, Хрущева, Брежнева, новейшую историю российскую. Мы видим, что это раскачивание от дружбы к вражде. От дружбы к вражде. И сегодня мы должны понимать, что в ближайшие полгода будет повторяться сценарий Тузлинский. Вот я снова же у вас прогнозировал, что будет эскалация конфликта с Россией два или два с половиной года назад. Вот эта эскалация Тузла номер два для нас, только в гораздо большем масштабе. И следует ожидать, что в конце концов мы уйдем в сторону партнерских отношений с Россией, если будет все достаточно грамотно. Россия не заинтересована пока что в войне с Украиной, однако заинтересована в дестабилизации ситуации, в максимальном раскачивании Украины, в максимальном непризнании украинской власти до определенного момента. И в ближайший месяц-два мы будем видеть массу провокаций, массу агрессии, массу накачивания идеологического пророссийски настроенного населения. В Крыму или по всей Украине? По всей Украине. Более того, ведется работа кремлевскими политтехнологами, набираются блогеры, боты, создаются вот в этом направлении. Это точная информация, работа ведется, идеологически Украину раскачивают против оппозиции, против правительства, в поддержку каких-то маргинальных структур. И это будет делаться просто для того, чтобы Украина не была единой, не было политической воли в сторону какого-то решения. НАТО, не НАТО. Украина не должна принимать решения, должна стать раскорякой. Это интерес России. Но открытое противостояние мы прошли, да, его уже не будет. Оно будет только в Крыму, только потому, что Крым это разорванная территория на сегодняшний день. Там нет единого мнения, куда идти, потому что есть крымские татары, есть паророссийское население, есть пароукраинское население. И там просто пропагандой не обойтись. Там должен присутствовать контингент. Черноморский флот, агентурная сеть. Это будет продолжаться. То есть они все-таки оставят там свои войска и не уведут их? Не войска, не войска. Флот останется, естественно. У него есть свое влияние, военные же выходят в города. Но вот именно как сейчас камуфляжи с гранатометами, этого не будет. Не будет. Но агентурная сеть будет работать. Для Украины на сегодняшний день есть три важнейших задания. Первое – это единая идеологическая политика. Должен назначен быть свой, назовем его, Геббельс, который будет заниматься позитивными смыслами для всех украинцев. Какое потрясающее название. Геббельс – позитивные смыслы. Должен быть идеолог, который во всех странах существует единый информационный центр, который занимается государственной пропагандой. В Великобритании есть агентство по информации. Есть оно, сконцентрированное вокруг Первого канала в России. Там Сурков, Эрнст. То же самое есть во Франции. Нам нужно создать вот такой централизованный информационный центр, который будет заниматься пропагандой за границей Украины и в середине Украины. Позитивных смыслов. Мы едины. Вот сейчас на этом духе Майдана, это возможно, и антивоенном духе. Мы едины. Инвестиции в Крым. Крымчане такие же украинцы, как и все. Все вместе. Объединимся. Это нужно. Второй момент – это, конечно же, усиление, проведение реформы силовых структур. И возврат СБУ той репутации тех возможностей, которые были во времена Кучмы. Сегодня СБУ развалено. У нас нет нормальной конторы, нет нормальной службы. Мы должны заниматься контрразведкой, мы должны заниматься борьбой с агентурными сетями иностранных государств. У нас должен быть сильный глава СБУ и Наливаченко, к сожалению, не тот человек, который может сегодня привлечь старые кадры. Я знаю, что старые кадры даже Кожемякина рассматривают как лучшего кандидата, способного воссоздать службу в том виде, в котором она есть. У Украины очень слабые сегодня силовые органы. Развалины. Не армия. Об армии отдельный разговор. Мы видим, что дух силен. Но силовики, контора нуждаются в новом, в этой же идеологии тоже, в новых настроениях. Это очень важно, потому что это та структура, которая способна контролировать влияние иностранных государств. И третье, это, конечно же, экономические реформы. И уже после этих трех шагов мы можем говорить о НАТО, языках, лениных, чем угодно, флоте. Но без позитивных смыслов, без контроля над пропагандистами других стран и без экономических реформ ничего мы не добьемся.